Как сенсибирь, сенсибирь, это очень страшно, да, же появится. Ну а что мы будем говорить красивым, сам на реальность, когда я вам сюда не с ним, специально приезжаю сюда в московский фестиваль. А я помню, как нарисовали здесь несколько раз, две особенные картины, большие, толпы, голые. Вот эта картина, это и два, это самое, что у них. Нарисовали красивые люди, урали, на берегу живописные какие-то художники. Ну а на самом деле, это фантазия. Перед картиной стали густые, первого класса, Леонид Алексеевич, правда ли, а Леонид Алексеевич, что действительно узнали. Это малый левый парень, сенсибирь, на расстоянии газеты. По натуральной, конечно, но по мере воздействия. Вот точно так, первое из густой лицей. Это был шар, диаметром 50-50 метров, вы видите, имел штуки, две парень, но уже кучу, как у них. Масса первого спорта составляла 83-го франца, 600-го года. Четвертый в октябре, и сече 951-го года. Такой спорта, теоретические мутики и человечества в запущенном космосе, в течение 90-х уступов, на цепь развития. Из-за рост первого спорта, я вышел из космической расчетности. А если вы посмотрите, как выглядел первый космический корабль, прошу вас, как выгляделица, посмотрите первый. Настоящий, выгляделица больше, чем это у него модель, но в 10 раз. Скажите, а как он назывался первый космический корабль? Восток Родинский. Первый космический корабль, на котором 12 апреля 1961 года объем земли, сече 108-го, сече Юрий Алексеевич Гагаренко. Вот такие космические корабли из Север-Воскопа было шесть. Маленький Юрий, известный для космонавтов. На первом таком совершил полет в космосе Гагаренко. А на последнем корабле из Север-Воскопа, первые источники человечества как proyecto, 개발 straightforward. Пешкала. Пешкала. Правильно. Эти нам. Мы откроем для школы. Приглашаю вас приступить к suspendу. Игорь Михайлович, директор А.Семкин Корректор А.Кулакова Директор 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 А.Кулакова Продолжение следует... 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 Созвездие. Название придумано. Созвездие. А самые яркие звезды их получили свои имена. В наши дни делят небо на 88 созвездий. И для нас, жителей Северного полушаретики, есть одно особенное созвездие. Его каждый человек знает, как она не находится в детстве. Это Большая Медведица. Следите за световой стрелочкой. Поднимайте голову выше вот с лицой этой стрелкой и обратите внимание вот сюда. Свет довольно ярких звезд на небе наше место, словно нарисовали большую кожу с длинной загнутой ручкой. Это Банк, но не единственная часть созвездия. Большая Медведица. Вот как изображали Медведицу в художнике. На звездных картах, видите, с длинным хвостом рисовали. А у настоящих Медведей, конечно же, такие хвосты и бывают. Найдется вы на настоящих Большой Медведицу. А я вот так вот закрою. Продолжайте дальше. Продолжайте дальше. И вы увидите себе одну из самых ярких звезд нашего неба. Называется она Арктур, что означает Медвежий Страж. Звезда это как будто Большой Медведицу Страж. А Арктур самая маленькая и главная звезда в созвездии Малабаса. Вот посмотрите, какой здесь светлый узор. Можно здесь представить себе воздушный шаг или раскрытый порошок. А на месте хорошо шутиться. Как раз и видимо этот звезд в Арктур. Но называется созвездие Малабас. Зарисовали пастуха, художники на звездных картах. Он ведет по ясному небу по собакам. Удерживает за поводку. Называется это созвездие Бочеки. А рядом вы сейчас видите фигурное изображение созвездия Волосы Вероники. Назвали созвездие так в честь прекрасной египетской царицы Вероники. Точнее Вероники. Она была женой фараоном Толемея III Вергена. Эта царица была очень красивой. Особенно славились ее долитые пищные золотистые волосы. Так вот в честь этой царицы египетские жильцы выделили на небе новое созвездие. И дали ему такое название Волосы Вероники. А с другой стороны от Волопаса находится на небольшой созвездии Северная корона. Украшает эту породу звездогемма или ее значение жемчужина. Есть на нашем небе такая звезда. Жемчужина. А теперь давайте с вами полярную звезду пройдем. Поможет вам всегда отыскать на небе полярную звезду большой звездный ковш. Как? Давайте с вами присним или вспомним. Давайте вот смотреть снова на большой звездный ковш. И вот через эти две крайние звезды ковши следует мысленно прямую линию провести вот так. Проводим мы ее дальше. Идем еще дальше. И встречаем на пути первую яркую звезду. Вот это мы ее и встретили. Это полярная звезда. Называем ее звездой Комасом. Звездой путеводной, потому что она помогает определить направление на себя. Почему-то, дорогие гости, многие считают, что полярная это самая яркая звезда на земле. Но это не так. Самая яркая звезда Сириус находится в соответствии с большой звездом. А полярная не яркость так знаменита. А тем, что она находится сейчас рядом север на полюса мира. И вот почему мы можем считать, что земная ось, вокруг которой наша планета просеется, всегда направление, где полярную видимость. Звезда эта всегда остается, поэтому неподвижной. А остальные звезды медленно вокруг полярной. Видимо, полярную звезду на конце длины. И вот эти звезды так видятся со звездей. Малая медведица. Малую медведицу, как и большую, рисовали художники на звездной карте с длинным хвостом. Между медведицами дракона сбивается. Конечно, мы его можем считать звездным символом нижнего года, потому что идем сейчас для восточных народов, которые живут во луну. Малая медведица, чтобы не было. Малую медведицу. Малую медведицу. Малую медведицу. Малую медведицу. в разных созвездиях. Лего украшает собой небольшое созвездие Лио. Рисовали художники на звездных картах красивую Лио с тонной музыкальной структурой. Звезда Дэнэ принадлежит созвездию Лио. В этой области неба тоже есть интересные. Легко запоминающиеся звезды и узоры. Вот посмотрите. Звезды здесь словно большой крест. Нарисовали, видите? Вот он, этот звездный крест. Найдете вы его? И соединяйте эти звездные мысли на линейной по-другому, и у вас получится действительно фигура лебедя. Этот лебедь словно запускается к себе с кем-то. А на встречу ему о нем звездные лети, размахивая к нынешними своими могучими, самая яркая скрица в созвездии о нем называется Аль-Та-Е. Слово это арабское. Многие звезды названы арабское. Слово это. Аль-Та-Е, изначально летящее. И вот у зло звезды здесь летящую птицу на самом деле очень похожи. Две звезды и принадлежат созвездным геркулясам. Это имя главного мифического героя в религии древнего Олимпа. Древние лети своего главного героя называли герой. И вот в честь этого мифического героя на нем это выделено созвездие. А самое яркое созвездие имеет то же арабское или арабское аллергенство. Что означает «то лома колена преклоненного человека» и без звезды и сам приятных созвездия объясняет, что именно вот так гераклификер улеза изображали художники на звездных парадах. А рядом находится змееносец. В руках у него змея, которую он по небу несет. И вот змею-то совсем несложно нескать. И смотрите, какая длинная звездная цепочка протянулась по нашему ясному небу. Вот она, эта звездная цепочка вверху она разбавляется. Это голова змеи. А вся эта звездная цепочка змею как раз и изображает. Змею держит в руках по ясному небу несет змееносец. Знаете, дорогие гости, змееносец это пока неофициальная тринадцатая созвездие созвездия. Это заслужда полного права. Что по настоящим созвездия змееносец его называют? Ведь солнце совершает течение года. Видимое перемещение по змееносец проходит еще и по змееносцу. Под субьей возрестнистого горизонта расположился скорпион, настоящий субь церковь и свете и смех их не бесплатно и я субьей об сатуро и И человек другой. Видите, в руках он держит руку. Ну, своё дотянуло спину, скрепило сквозь. Это правильно. Если вы будете наблюдать вдали от ярких электрических оконей и звёздами, много интересного сможете увидеть. От горизонта до горизонта тянется по нему красивая цветовистая волоса. Маличный. Так мы, смотрите, в нашей галактике наблюдаем. Наша галактика позже название, но личный будет. А в центре у неё находимся как раз в направлении сознания Стрелец. И там настоящее космическое чудовище объединяет массивное чёрное дно. В 4 миллиона раз в космике она Солнце. Заметите вы, что и вид звёздного неба всё время меняется, если с вечера до полуночи или ещё дальше не будете наблюдать. Одни звёзды выше погибаются, а другие опускаются горизонтом. Но на самом-то деле земля наша вращается и мы движемся вместе с ней. На ясном небе метеор рассыхивают. Вот в эти ночи маленькие гости происходят с новелитой летней звездой, которые называются Персейдой. Это как вы о нём знаете? Ну, тут пунктура, эти яркие внины обращают. Метеоры напоминать. За годом нужно находиться. Ну, и чтобы луна уже не мешала. Вот тогда вы увидите. Ну, как метеоров начался, кстати, это снегопад 17 июля, а закончится 24 августа. В ночь с 12 до 13 я буду усилиться. Вот тогда, по прогнозу, свыше ставить его за час. Вы сможете увидеть и сосчитать. И сложно загадать желания. Ну, а вы видите, витёры вспыхивают сейчас. Значит, вы уже сейчас загадываете желания. И пусть она начинает. Исполняется. Называется поток Персейд. Вот здесь созвездие есть с таким названием. Персейд. Придя от этого потока в этом созвездии находится. Приступил с неба, из которого, кажется, яркие метеоры вылетают. Метеоры называют падающими звездами. Ну, звездами они ближайшие. Какого? Отношения меньшейшие появинки вылетают в земную атмосферу и сгорают. Чаще всего это частички какой-нибудь кометы. А вот перс виды, опять же, своим происхождением. Кометы шлифт, как выгляделы. Иногда, дорогие гости, яркую комету на земном небе можно наблюдать. Не столько явно, что она иногда не выложила на глаза. Вы только уникальнее на небо нужно смотреть. Не луйтесь красотой из простого неба. Для себя вы можете посвятильных открытых сделаете. Но главная программа наша сегодня посвящается одной из планет Солнечной системы. Марс. И издавна. Планета эта в себе привлекала взоры людей своим необычным светом, ружеванно-красным. И для этой планеты придумывались разные названия. Вот Бифагон называл планету Пирей, что значит пламенный. Пирей. Вообще древние греки посвящали планеты богам. Ну а красный цвет способствовал тому, что стали называть именем бога войны. Вот у древних греков бог войны Арос, а у Римля Марс. Мало кто знает, дорогие гости, что вплоть до 19-го столетия в России именем греческого бога войны Ароса планету называли не Марсом, а Алисом и Ля Рим. Но утвердилось во всем мире имя римского бога войны. Марс. Марс бог войны. И... Отец легендарный Ромула и Рема, основателя Рима. В Риме Марсово поле. Марсу, естественно, посвящались военные смотры. Там устраивались... В нашей стране, в Санкт-Петербурге тоже есть свое. Марсово поле, где тоже устраивались военные парады. Первый месяц Римского хода посвящен был Марсу. И до сих пор мы в честь Марса месяц это называем. Догадаетесь, что это за месяц? Это Марк. Марк месяц, названный в честь Марса. Худножники, скульпторы свои произведения, делающие в Вильфере, солнечное вращение Марса было обнаружено полярные шарки, какие-то странные волны потянения на поверхности, связанные с сезонами. Ну вот, наступил 1877 год. И тогда я остановлюсь. Желание святого времени, который приходит в святого хода. Повездути тихо, безветренно. Святого времени проводят нескольку Марса. Даже в такую хорошую погоду, воздух чувствуется, разновая изображение. Но, ну вот, он словно занят, и на планете поступили тонкие длинные линии. Святого времени говорили своим глазам. На правый фокус. Сно тяжелее. Нет, это не иллюзия. Скорее заисоваться. Святого времени называть имени Камаба. Настало слово. Очередина их там на Марсе десятки лет. Их справа нет. Их абсолютная геометрическая правильность привели многих в оцене, что они построены разумным существом, обитателем этого мира. Я считаю, возможно, справлюсь в этих положениях, которые не имеют ничего не вреда. И, конечно, это высказывание ученого вызвало настоящую сенсацию. Неужели действительно на данном Марсе есть разумные существа, которые прорывали эти каналы? На карте Марса множество таких линий прочертил ученый и название канала придумал. Идея о Марсе. А канала марсианских понравилась Камаба Персвале Ройлова. Он, собственно, нам все донули. Поскольку Марс наблюдал ясными ночами и на марсианской карте тут ученых семьсот каналов про чертил их. В конце 19 века они считали, что Марс очень похож на Землю. Духом времени, наверное, был роман первого героя Элса «Война миров». Но, как оказалось, никаких нет каналов на Марсе. Вот сегодня мы можем рассматривать космические снимки нашего соседа по космосу, увидеть изображения, сделанные с высочайшим разрешением, как всевозможные формы рельефа рассматривать на этих снимках. Я бы так нечего похожего на каналы. Загадочно мерцая на гулярах, привез сквозь тему космических глубин оранжевый свет земного шара, фантазии и утопий о властели. Несмотря на все эти фантазии, Марс на сегодня, на сегодняшний день, самая скучная планета из всех планет Солнечной системы. Первоначально к Марсу отправляли советские аппараты «Марс». Американские маринеры и кирпичи Никакой другой планете, столько космической теоретики, не было запущено. Но неохотно земных посланцев Марс стал встречать. Меньше половины попыток посадить космические аппараты на поверхность планеты оказались успешным. Меньше половины успехов все остальное – аварии катастрофы. Но тем не менее, Марс хоть неохотно. Постепенно нам, землянам, тайны свои раскрывает. Орбитальные космические аппараты следуют Марс и вразят просторы Марса. Мусоходы… Так что же Марс из себя представляет? Это сосед Земли. Дальше от Солнца находится по вытянутой орбите. Пишется… И вот… Порой догоняет их. Тогда они оказываются в одну сторону от Солнца. Сближаются. Вот такие моменты. Противостояние Марса называют. Но видите, из-за особенностей оручек Земли и Марса расстоянием эти моменты, когда Земля и Марс сближаются, могут быть разными. Мимо вот, как сейчас вы видите, 101 миллион километров. А может быть меньше 60 миллионов километров. Это уже называют великих противостояниях Марса. И вот последнее такое событие было 27 июля 2017 года. Марс по размеру небольшой, в два раза меньше. Размеры личной Земли обращается почти так же, как наша планета. Чуть-чуть только медленнее. Сутки марсианские на 37 минут, лишь только ближе нашей Земли. А вот в два раза больше наших земного. Мы привыкли говорить, что Марс холодная, сухая такая пустынная планета. Но оказалось, что в атмосфере Марса достаточно много водяного пара. Даже больше водяного пара, чем в этой земной атмосфере. Вот, соединяясь с мелью красноватые облака, водяной пары в атмосфере Марса создают, но оказалось, что там есть облака. Конечно, они не такие красивые, как и наши земные, но они есть. Вот видите, фотографии Марса и облака в небе. Здесь даже переские облака чем-то напоминают. Над низинами и долинами Марса спущаются. Мамы. Очень красиво выглядят рассветные заканы на Марсе. Вот представьте себя на миг на Марсе и полюбуйтесь пруссианским миром. Пейзажи не получают восходящего и восходящего солнца. Выглядит действительно очень красиво. Впечатления происходят эти снимки. И в небе Марса так же, как и в земном небе, если оно ясное, вспыхивают ветерые. Так что не только на Земле можно наблюдать падающие слезы, но и на Марсе. Такой вот орбитальный спутник Мэйвэн обнаружил странные свечения вдоль поверхности Марса. Но это не полярные сияния. Они же не околополярных областях происходят. Да и магнитное поле Марса очень слабое. Ученые предположили, что локальные магнитные поля наверняка у Макса есть. Он с ними взаимодействует. Потому что там, где лед и снег, и с наступлением тепла все это начинали. И размер полярной щетки уменьшается. Вот насколько масштабные изменения происходят, мы сейчас уже можем увидеть на основе снипков, сделанных космическим телескопом имени Хаббла. Вот когда на Марсе зима. Какая полярная щетка. Видите, на фотографии. И вот что с ней случилось, какой она осталась, когда на Марсе выступило лето. На Марсе происходит тоже смена сезона года, есть и лето, и зима, и весна, но конечно не такие, как на Земле, но что в целом на Марсе очень плохо. Но оказалось, что полярные щетки состоят из двух слоев. Нижний слой – водяной лед. А сверху его покрывают сухой, замерзшей уже краснотой. Много водяного льда, еще и около полярных властях. Но с течением года водяной лед слабо. А вот сухой лед легко испарится. Вот его испарение приведет к изменению формы и размера порядочных. А еще сухой лед создает очень интересные узоры на русианской такой вот красноватой поверхности. С ним не сделает космический орбитальный спутник. Видите, самые разные узоры сухой лед на русианской поверхности создает. Можно ячейки какие-то сниженки представить паучком и червячком. И на неглубоких кратерах сверху из узоров сухой лед на русианской поверхности. Еще одна загадка была связана с такими-то волнами потягивания, которые вдруг начинают по поверхности Марса распространяться. Но предполагали, что это потоки воды. Когда полярные шаги начинают таять, на Марс приходит тепло, мощные потоки воды по Марсу текут. Казалось, что это не с водой связано с ветром. Когда наступает весна, ветры начинают дуть от северного полюса к макру. Уносятся, но это громадная качество пыли. Осенью ветры меняют свои направления на противоположные. Рыда дуют сильные. Дует ветер не сдувает, мы ими обважаем то, что под пылью находится или подо льдом. И вот весной, когда на Марсе наступает весна, как выяснили космические аппараты, образуются вот такие карманы и аналогично создаются веера. Марс весной себя старается отражать такими вот интересными образованиями. Ветры хозяин лечит на Марсе. Скорость ветров очень большая. Второй бушуют там мощные полевые бурьи, когда гигантское количество пыли и песка. Ветер он отнимает с поверхности на огромную высоту, на 20 километров. И тогда даже небо над Марсом становится рожевато-красным. Как и вся поверхность Марса. К характерным атмосферным видом на Марсе относят также смерчи. И вот самые мощные марсианские смерчи назвали пыльевыми или песчанами дьяволами. На Марсе космический аппарат сфотографировал гигантский смерч. Сейчас вы его видите. Вот этот различик. Орбитальный марс-реклый высот с орбитля. Запечатлелся смерч, высота которого соответствует на высоте самого высокого искусственного сооружения Земли. Кубочка Лима. Вот такой наш сосед, там холодно, практически выше 0 градусов. Температура не поднимается. Атмосфера есть, но насильное разрежение. Мы, земляне, таким пуском не смогли бы дышать. Но и к тому же атмосфера в арсенстве не защищает от солнечной радиации. Наконец, на поверхности Марса опасно. Ушуются нежные болевые курики, которые могут продолжаться несколько месяцев подряд. Если люди будут находиться на Марсе в какой-то летний день, в песчаной коробнине, они увидят одновременно несколько смерч. Тоже очень характерно для Марса дитлы. Создают из песка морозные причудливые формы, колны, дюны. Вот фотографии сейчас вы рассматриваете, сделанные тем же разведчиком Масли из орбиты. Как оказалось, в разных районах дюны марсианские бьют разные формы. Вот все это. Все эти узоры из песка на Марсе сделал ветер. И оказалось, что пески движутся на Марсе. Аналогично, как и на Земле. Только скорость их гораздо больше. Вот все это изображение марсианских дюны. И здесь тоже. И это марсианские дюны. А вот это уже дюны земные. Пески у нас замещаются на несколько сантиметров. На Марсе, на несколько метров. А еще метры на Марсе создают ярданки. Такие узкие, параллельные, горстные, вытянутые вновь направление ветром. Есть и на Земле сухих засушливых военах. Ярданки вот они как выглядят. Но более протяженные они на Марсе. Из-за очень сильных ветров. Рельеф Марса формировался длительное время под воздействием сильных ветров. Марсовый сень. Извержение вулканов и потоков воды. И в результате очень контрастная поверхность нашего соседа образовалась. Северная площадь Марса визменная, а южная воздушная. В северном площадь Марса находятся великая северная равнина. Ацедалийская равнина. Равнина в утопии. Они на 4-5 километрах окончены в глубь по сравнению с средним уровнем планеты. Ученые считают, что эти морды были когда-то в одном огромном океане. А вот южная площадь получает много воздушностей. И поверхность покрыта телевизорными кратерами. Причем обнаружены тесные кратеры. Например, вот видите на этом снимке кратеры. Вы видите, этот кратер назвали глазком голодном. А вот здесь кратер колен называется. Напоминает смеющееся лицо, как будто глаза или рот. Улыбаемся. Многие древние образования на Марсе из-за ситых ветров изменились, что неузнаваемости. Вот, например, бассейн Атлантиды. Представьте, что благодаря космическому аппарату над русианским бассейном Атлантиды мы сейчас летим. Всевозможные формы рельефа здесь просматриваются. Кратеры, трещины, борозные. Но нас здесь интересует один район. В нем засветодочные холмы неправильной формы, например, на одинаковой высоте. Летим мы только на большой высоте. Так что подробности, что-то рассмотреть с этой высотой не удается. Сейчас я указкой прорисую этот район, который нас интересует. И покажу вам фотографию этого района. Вот, он называется Хаос Атлантиды. Смотрите, поверхность Марса здесь очень напоминает кожу крокодила. На Марсе много достопримечательностей вдоль экватора планеты на 4,5 тысячи километров. Протянулась уникальная система каньонов. Называется Долина Марьера все равно. Ученые полагают, что возник этот каньон очень давно, в результате катастрофы. С чем-то крупный Марс столкнулся. И в результате столкновения возникла такая трещина на поверхности. Конечно, Марс был всевозможной катастрофой. Вот, в результате того, что столкновение с каким-то крупным небесным телом образовалась гигантская вмятина на поверхности Марса. Учила название равненной Эллады. Еще Марс знаменит своими высочайшими горами. Самые высокие горы на планете Солнечности. Находятся на Марсе вот на такой возвышенности Фарсида, или Тарси, если это древнее название, Ирана. Здесь четыре давно похожих вулкана Великан. Али, Паскреус, Баунис и Арсия. Выше всех, конечно же, Али. Самый высокий вулкан на планетах Солнечной системы. Форма похожа на гигантский щит. Ну, а вот, можно сравнить Марсианский Олимп. Сильный клубан. Магия. Видите, какое огромное жерло мельчает. Марсианский Олимп. После этого люди, когда они на Марс прилетят, к Олимпу подойдут. Сною подножие, и весь его рассмотреть будет просто невозможно. И это жерло, конечно, никто не увидит. А оно огромное. Там даже небольшая область. Точнее, большое государство могли бы разместиться. А на струнтовый вулкана Великан и Арсия космический аппарат обнаружил 7 таинственных пещер. Вы видите, эти пещеры на космических снимках. Но вот есть уже такой проект. Возможно, поселение Земля будет на Марсе создана в одной из этих пещер. Для того, чтобы людей и технику укрыть от солнечной радиации. Потому что поверхность здесь находиться опасна. Может, это так и будет? Много интересных названий на Марсе дали ученые. Вот, например, Земля-Предитерия на этом снимке. Узеро Солнца. Лабиринт Площей с очень крутыми склонами. Дали. А это место исполучило название Гора Нерли. Кратеры, названные именами ученые, это, конечно, имена из Киапарелли Лойла того вековечного. Вот такой кратер из Киапарелли в северной области кратер Лойл. Эти ученые верили, что разумные существа каноны правильные. А еще есть кратер Ломоносов в северной тоже области и кратер Киапарелли в основании именемного конструктора ракетно-космической телеки. Но вот как только стали Марс в телескоп наблюдать, тем более посылать космические аппараты туда, Марс стал преподносить с возможной сюрпризы. Фотографировал американский пикет про армонину Сидония. И вот что увидели на снимке. Назвали это сидонийским лицом, а поскольку рядом еще разглядели пирамиды, то стали называть марсианским сфинксом. Сидония – видос горных районов. Здесь фрагменты каменной плиты под разными угламами по верткость выходят. Действительно ли есть какое-то лицо или свинкс? На Марсе? Нет. Уже более поздние изображения показали, что это двухкилометровая скала. Вот, на снимках. То, что было принято за сфинксом. Но все равно загадка остается. Слишком уж поровные очертания у этой скалы грузианской. Как это называлось? Загадка. А вот в этих пирамидах. Вряд ли здесь какие-то пирамиды вы видите. На этом сюрпризы Марса, конечно же, не закачиваются. Есть там район, получивший название город Иго. Снимка со сходства с каменными стенами, возведенными древней цивилизацией. Марс вообще дает простого для воображения фантазии. Видите? Вот в этой местности, получивший название хаоса, рам, вот только на одном снимке. Сколько видно всяких горстых трещин, дальних переплетениях. Что угодно можно представить. Даже всевозможные буквы, это истинный письменал. Сейчас я вам покажу два снимка, где, почему бы, не представили буквы, начертанные кем-то как-то на марсианской поверхности. А здесь, посмотрите на этот камень. Ну, кто-то может представить лягушку марсианскую. Или ящерицу, а может, это марсианка. А этот снимок показывает, что на марсе деревья растут. Снимок сделан в районе тюн, с под ветреной стороны. Ветер, песок раздол, а под ним вот более тюнтые породы. А на фотографии действительно кажется, что это раздол. Деревья. Или вот такой каменный цветок был запечатлен на поверхности марсохода. Какую-то пещеру в скале. А это потоки лаконической лавы. Образовался вот такой удивительный рисунок, похожий на голову слона с хоботом. В один из городов, в марсианских районах, тоже странным образом, оказался отпечатан портрет человека в крови. Почему же напоминает в профиле известного индийского общественного деятеля Махаку Деанзи? Что это? Ученые объясняют это нашим свойством видеть знакомые образы в незнакомых условиях. Ну, например, на облака мы смотрим, и, честно, нам кажется, что они на что-то похожи. Так вот и в каких-то изображениях, которые злые космическими аппаратами, порой узнается, что мы обычные. Ну, а для ученых все эти изображения Марса, даже самые необычные страны, это бесценная информация, по которой ученые пытаются понять, что с Марсом случилось. Почему он стал таким, и мы его сейчас знаем, благодаря космическим исследованиям. А ведь ученые считают, что в далеком прошлом Марс был совершенно другим. Там было тепло, и атмосфера была более плотная. Воды на Марсе когда-то было. Много реки тикли, озера моря, океан накатился. Вулканы на Марсе извергались. Дожди шли, грозы кремели, волни в небе свергали, потому что все, возможно, не в далеком прошлом так. И было, вот что же с Марсом произошло. Вот в северном облучении Марса, считают ученые, огромнейший. Находился океан и озера, там были и береги. Ну, ученые полагают, что, возможно, жилкая вода существует не сейчас. В поиске ее ведутся. Вот один из марсоходов-пречественников аппартируется. На равнине Меридиана внушил вулки круглые камешки, которые назвали марсианской черникой. И они содержат много железа, назвали эти камни на Марсе марсианской черникой. Так вот образно и красиво. Ну, эти камни доказывают, что здесь была вода когда-то. Возможно, океанический залив, может быть, сравнено было в одном море, в далеком прошлом. Ну, и вот такие доказательства, что вода была, накопилось уже множество. Слои вечной мерзлоты на Марсе обнаружили. Да, конечно, льда на Марсе водяного много. И не только в полярных краю. Марсоход Curiosity, который на фотографии перед вами, как раз с 2012 года ведет поиски жидкой воды, доказательства того, что была она в далеком прошлом. Ищем ветериной, древней, но, может быть, даже настоящей жизни. Многочисленные русла в высых шифре убеждают в том, что действительно Марс был совершенно другим. Впрежние времена было много воды. Но ученые полагают, что, возможно, потоки соленой воды текнут. И сейчас вот такие слои на горе шахты, возможно, эта зима не так давно образовалась. Именно это воздействие воды. Но про льд на Марсе много мы говорили, что водяной пар там присутствует. Это, конечно, хорошо, что в таких состояниях вода есть. Но интересно найти жидкую воду. И вот эти следы на склонах радио-гарки, как молодой ученый, тоже образовались в зиме не так давно. Под воздействием водоплодов воды. Где же вода может только прянуться? Под поверхностью? Под дальней, под полярный проек? Вот давайте этот снимок космически рассмотрим. Что здесь мы видим? В первую очередь, кратер упал когда-то сюда летеория. И образовался этот кратер. Создается впечатление, что при падении этого камня вода из-под песка вытекла. Правильно, вот так расстеглась по песку. И снова было просочено. Создается уже очень похоже на это. Так что можно говорить, вода жидкая на море есть. И раз ее в поиске в настоящее время ведутся, то рано или поздно она будет найдена. Вот иногда поступает такое сообщение, что взоры, например, где-то по Тринаме, например, наружные. Потом идут опровержения. Потом снова возникает надежда, что вот-вот. И жидкая вода будет найдена. Раз ее в поиске ведут, значит, ответ на это будет мучен. Если жидкая вода существует, может быть, и жизнь на Марсе? Есть. Вот почему бы она не могла существовать в настоящее время? Из-за очень экстремальных условий, что там низкие температуры, радиация, оно ведь на Земле в экстремальных условиях. Жизнь есть. Вот, например, в самой жаркой пустыне Адамана. Жизнь существует. Или в Ангарктиде, в сухих долинах, маг-мер-дом. Игроорганизмы живут. Почему бы им не обитать на Марсе? Возможно, жизнь и есть. И мы марсианы же видим с вами. Вот только марсиане так выглядят или так? Нет. Если жизнь на Марсе есть, это скорее всего какие-нибудь микроорганизмы. Простейшей формы. Что же мы знаем? Обнаружен на Марсе генерал Пирхолорат, он тоже учет их о задачах. Потому что на Земле этот минерал ситые микроорганизмы используют как источник энергии для питания. И вот ученые задумывались. А зачем этот минерал оказался на Марсе? Потому что это поддерживает жизнь и деятельность каких-нибудь марсианских микроорганизмов. Вот про марсиан Кириосов уже рассказал. Он ищет воду, ищет гель. Жизнь на Марсе продолжает работу «Орбитальный аппарат Экзомарса» в 2016-й. Это совместный проект России и Европейского космического агентства. Атмосферу Марса он исследует. И, как выяснилось, содержание метана меняется постоянно. С чем это связано? Это точно загадка. Метал на Земле окрабатывают живые существа. Уж точно микроорганизмы на Марсе приводят вот к таким колебаниям концентрации металла в атмосфере. Интересный вопрос. Марсоход «Инсайд» регистрировал успешно Марсотрясение. Так что экологически активен наш космический сосед. А вот этот самый крупный массивный марсоход «Бёс Эверанс» ищет на Марсе жизнь. Такая главная задача перед ним стоит. Жизнь пока не найдена. Один, что правда, остается. И успешно на протяжении трех лет на Марсе проработал первый в истории человеческого марсохода. И Джей Мерсис писал над поверхностью Марса, фотографировал, и вот снимки с подробными деталями передавались на Землю. Первый китайский марсоход здесь вот с красного клада, видите, он стоит, внес свой вклад в проблему марсоходской воды. В северном крушении наравнении Утопия до глубине около 80 метров обнаружил свидетельство древнего очень мощного наводнения. В очередной раз подтвердил, что вода была. Но всех интересует вопрос о ли ты когда-то на Марском вете. Вот полагают ученые, что если все будет подготовлено к этому, то в год следующего великого противостояния Марса в 2033 году. Чего надо ждать, когда Марс на кратчайшие обстояния в Земле подойдет, когда мы в это именно великое противостояние Марса? Потому что перелеты на Солнце иногда совершить с меньшими затратами времени и энергии. Не будет все готово к этому году, к следующему великому противостоянию. Значит, еще 15-17 лет придется человечеству ждать в следующем этапе в стадии Марса. Во всяком случае, люди ведь туда стремятся лететь. И прилетят наверняка, поселения там создадут. И... настоящее свидание с Марсом значит уже не загорали. Ну а нам только сегодня с Марсом придется уже проститься. Рассказ о нем настоящее свидание с Марсом. А мы проводим сейчас зеленую ночь с третьим восходом Солнца. Субтитры создавал DimaTorzok 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 DimaTorzok Субтитры создавал 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 DimaTorzok